Как вам успехи рабовладельческой цивилизации? Ну, знаете ли, довольно-таки неплохо, так Люципор говорит. Нет, ну, прогресс, конечно, налицо. Парфенон, Колизей, астрономия с математикой, опять же. Но на нас все эти блага цивилизации не распространяются. Читали, что там Аристотель писал про рабов? Раб — инструмент одушевленный. Рабов, дескать, создает сама... Ох ты ж, да у меня же лекция сейчас начнется. Простите, я еще обязательно вернусь, и мы продолжим. Э, а куда? А как же... А интервью? К ноге, раб! Ну вот, опять. Приветствую вас, друзья! Прошлую лекцию мы закончили вопросом, как получилось, что в 21 веке человечество оказалось в самом глубоком кризисе за все время своего существования? Ответ кроется в основных вехах человеческой истории. Нам помогут специально разработанные учебные симуляции. Мы находимся с вами в уникальном учебном центре. Мы лично познакомимся с некоторыми возможностями прототипа самой обширной исторической системы виртуальной реальности «Аврора-4». Это совместная разработка выдающихся ученых-инженеров объединенного человечества Ярослава Скворцова, Беатрис Алмейда, Акира Адзаки и Ванжи. Эта система объединяет всю историческую информацию, известную человечеству, обо всех исторических эпохах развития рода людского. На основе всей информации «Аврора-4» способна генерировать полную имитацию любой исторической эпохи из любого уголка мира. Это позволяет продемонстрировать жизнь и быт людей, взглянуть на величайшие свершения и трагедии в истории человечества. Да, пока система еще требует некоторой калибровки. В частности, наши виртуальные помощники иногда будут знать больше, чем им положено, нежели чем, будь они реальными. Но только вообразите! Уже в ближайшем будущем система позволит погружаться каждому школьнику в любую историческую эпоху, как вместе со своим классом, так и индивидуально. Не только узнать о жизни и быте людей разных эпох и социальных групп, но и прочувствовать все, что окружало людей. Свершение, радость, страхи и боль нашего человечества. Члены ученого сообщества уверены, что такие ощущения позволят каждому гражданину понимать всю ценность нашего прогресса, осознавая через что прошло человечество в своем развитии. А поскольку время в исторической симуляции идет иначе, за год до экзаменов школьники успеют пожить во многих исторических эпохах, в самых разных уголках нашей родной планеты. Им даже не придется учить для этого все языки мира. Симуляция соотнесет язык мира с языком пользователя. Итак, вспомним основные этапы общественного развития. Человек — уникальная форма жизни. Именно он в результате эволюции оказался способен к абстрактному мышлению и труду. Труд — это сознательная, целесообразная деятельность человека, в процессе которой он с помощью орудий воздействует на природу. Плоды своего труда человек использует для удовлетворения своих потребностей. Только человек может осознанно преобразовывать природу по своему замыслу. Остальные живые существа на нашей планете действуют инстинктивно или всего лишь приспосабливаются к природным условиям. Труд был, есть и всегда будет главной ценностью человеческой жизни. Трудом люди добывают средства к существованию. Труд выделил человека из мира животных. Труд сформировал человеческий мозг и особенности человеческого тела. Труд создал цивилизацию. От первых примитивных орудий труда из камня и дерева началось восхождение рода людского к вершинам научно-технического прогресса. С самого начала человеческий труд носил общественный, коллективный характер. В природе человек слаб. Он не имеет острых когтей и зубов. Проигрывает в силе и ловкости крупным хищникам. Поэтому только вместе первобытные люди становились сильнее и могли лучше защитить себя от агрессивной окружающей среды. Примитивные орудия принадлежали всей общине. А все добытое делилось так, чтобы каждый получил свою долю. Иначе могла возникнуть угроза, что кто-то из обделенных членов общины погибнет. А смерть одного могла привести к гибели всех. Подобное общественное устройство получило название первобытного коммунизма. Обратимся к симуляции и спросим первобытного человека о его обществе. Как вам живется при коммунизме? Да как сказать? Живем мы, конечно, дружно. Человек человеку друг, товарищ брат. Правда, это касается только своих. С чужаками часто по-другому выходит. Человек человеку враг, противник, а то и вовсе корм. Да и коммунизм у нас первобытный. Средства производства развиты слабо, орудия труда самые простые. Мы едва сводим концы с концами. А искусство? Вы эту наскальную живопись видели? Это же сплошной примитив. Нет, нам точно нужен прогресс. Шло время. Человек осваивал новые виды деятельности. Совершенствовались орудия труда. Труд становился все более сложным и продуктивным. Благодаря этому в какой-то момент отдельная одна семья могла обеспечить свое существование. Труд начал приобретать обособленный частный характер. У работающих семей накапливались излишки продуктов труда, которые они обменивали на другие продукты. Появилась частная собственность. Одни семьи становились богаче других. Появилось имущественное неравенство, а община разрушалась. С появлением рабского труда можно говорить о конце первобытно-общинного строя и о зарождении классового рабовладельческого общества. В первую очередь рабство появилось там, где люди перешли к сельскохозяйственному производству. Раб, занятый в сельском хозяйстве, производил больше, чем требовалось издержек на его содержание. Поэтому врагов было выгоднее оставлять в живых и заставлять работать на себя. Рабский труд быстро распространился в разных уголках планеты. Появились первые рабовладельческие государства. Так в человеческой истории началась эпоха эксплуатации человека человеком. Не только средства производства принадлежали рабовладельцу, но и жизнь раба. Хозяин присваивал все, произведенное рабами, взамен сохраняя и поддерживая их существование. С развитием экономики нового строя эволюционировала и культура. Развивались искусство, философия и науки, особенно в греко-римском мире. Ее плоды не были полностью утрачены. На костях многих поколений рабов выросла цивилизация, которая легла в основу дальнейшего развития человечества. Как вам успехи рабовладельческой цивилизации? Нет, прогресс, конечно, налицо. Порфенон, Колизей, астрономия с математикой, опять же. Но на нас все эти блага не распространяются. Читали, что Аристотель про рабов писал. Раб инструмент одушевленный. Рабов, дескать, создает сама природа, потому что некоторые люди якобы просто рождены для работы на господ. Ну и какая у меня мотивация к труду в таком обществе? Да никакой! Ни радости, ни смысла в таком существовании. И это они называют цивилизацией! Я полностью поддерживаю восстание Спартака. Беспощадная эксплуатация разрушала основную производительную силу общества – рабов. Все чаще рабы поднимались на вооруженную борьбу против своих угнетателей. А дешевизна рабского труда способствовала разорению мелких свободных производителей – крестьян и ремесленников. Так в самих экономических основах рабовладельческого строя была заложена его неизбежная гибель. История древнего Рима – лучшая тому иллюстрация. Рабовладельческому хозяйству был необходим постоянный приток рабов. Главным источником рабов были войны, а основу военной мощи Рима заставляли свободные крестьяне и ремесленники. Они служили в войсках и платили большую часть налогов, но их мелкие хозяйства разорялись, не выдерживая конкуренции с крупным рабовладельческим производством. Это подрывало военно-политическую мощь Рима. На смену победам пришли поражения. От завоеваний римляне вынуждены были перейти к обороне. В последние века своего существования римская империя переживала общий упадок производства, расстройство торговли, гибель ремесел, снижение численности населения и запустение городов. В конце концов, рабовладельческий способ производства перестал быть экономически выгодным. Хозяева начали отпускать рабов на волю, поскольку их труд не давал дохода. Крупные имения делились на мелкие участки. Эти участки передавались на определенных условиях либо бывшим рабам, либо свободным гражданам, которые теперь были обязаны нести ряд повинностей в пользу собственника земли. Такие земледельцы были прикреплены к земельным участкам и могли быть проданы вместе с ними, но они уже не были рабами, их называли колоннами. Колонны занимали промежуточное положение между свободными и рабами. У них, в отличие от рабов, была некоторая заинтересованность в труде. Колонны стали предшественниками средневековых крепостных. Так, еще в рамках рабовладельческого строя появились элементы нового способа производства – феодального. Феодализм возникал на руинах рабовладельческого общества. У племен, которые не знали рабство, феодализм появился на почве разложения первобытно-общинного строя. Родовая знать и военачальники захватывали земли и раздавали их своим приближенным. Крестьяне попадали в зависимость к этим землевладельцам и становились крепостными. Труд крепостных крестьян был фундаментом существования феодального общества. В основе феодальной эксплуатации были собственность феодала на землю и частичная собственность на крепостных. Крестьяне должны были отбывать барщину, отрабатывая определенное время в хозяйстве феодала или выплачивать ему оброк. Оброк мог быть как натуральным продуктами труда, так и денежным. По своей тяжести крепостной гнет зачастую мало чем отличался от рабства. Но все же феодальный строй открывал больше возможностей для развития производительных сил. Часть времени крестьянин мог работать в собственном хозяйстве, а следовательно был больше, чем раб, заинтересован в результатах своего труда. В эпоху феодализма главную роль играло земледелие. Хозяйство было в основном натуральным, но с развитием общественного разделения труда и обмена оживлялись старые и возникали новые города. Развивалось ремесло, которое было организовано в цехе, торговцы объединялись в купеческие гильдии, создавая торговый капитал. Бурное развитие товарного производства и торговли, особенно ускорившееся во времена великих географических открытий позднего Средневековья вступало в противоречие с феодализмом. Низкая производительность подневольного труда крепостных и цеховые ограничения препятствовали дальнейшему росту производительных сил. Торговый капитал ускорял разложение ремесла и содействовал возникновению первых капиталистических предприятий – мануфактур. Из богатых городских цеховых мастеров, торговцев, ростовщиков и землевладельцев начал складываться новый социальный класс – буржуазия. Что мог бы сказать нам о своей жизни крепостной крестьянин эпохи Средневековья? Священник учит на проповеди – возлюби ближнего как самого себя. Но разве наш герцог любит своих крестьян? Дерет с нас три шкуры безо всякой пощады? Повинностей подать и становится все больше, а времени и сил на свое хозяйство совсем не остается. Да и церковь не отстает. Хочешь не хочешь плати попам десятину. В общем, обдирают нас как рыбку. Разве это жизнь со всеми этими паразитами на шее? Пху! Восстания, которые поднимали крестьяне, сопротивляясь усиливавшейся феодальной эксплуатации, приближали крах и крепостного права. Эту борьбу за свержение феодализма использовала в своих интересах буржуазия. Она возглавила революционный процесс, чтобы взять власть в свои руки. Буржуазные революции покончили с феодальным строем и утвердили господство капитала. Теперь двумя основными общественными классами стали буржуазия, в чьей собственности находились основные средства производства и пролетариат, свободные наемные работники, не имевшие других источников дохода, кроме продажи капиталисту своего труда. Раб и крепостной находились в разной степени личной зависимости от своих господ. Пролетарий не принадлежал капиталисту, но вынужден был наниматься к нему на работу, чтобы выжить. То есть, по сути, пролетарии принадлежали всему классу капиталистов, которые наживались, присваивая себе большую часть созданной работниками прибавочной стоимости. За сотни лет капитализм проделал огромный путь. Начался этот путь с простой капиталистической кооперации, совместного труда многих людей под контролем капиталиста. В середине 16 века появились первые мануфактуры, предприятия, основанные на ручном труде с разделением его на отдельные производственные операции. Во второй половине 18 века начался промышленный переворот, переход к крупному фабричному производству. Этот процесс завершился к середине 19 века. В погоне за прибылью капиталисты стихийно совершенствовали технику, активно использовали достижения науки, развивали средства транспорта и связи, улучшали организацию производства и товарообмена. Концентрация и централизация капитала способствовали появлению крупных предприятий, где были сосредоточены тысячи рабочих. Это приводило к растущему обобществлению производства. Каждая социально-экономическая формация словно живое существо рождается, живет и умирает, становясь фундаментом для следующей. Хотя иногда некоторые народы перескакивали через одну или даже несколько стадий в своем развитии. Так первобытные аборигены колонизированных европейцами территорий зачастую сразу начинали жить в условиях капитализма, минуя рабовладельческий и феодальный строй. Развитие человечества далеко не всегда было линейным. За буржуазной революцией часто следовал откат назад к феодальным порядкам. Атавизмы предыдущих формаций проявлялись иногда в обществах, которые, казалось, ушли уже далеко вперед в своем развитии. В новом свете капиталистические отношения уживались с узаконенным использованием рабского труда. Поскольку на определенном этапе экономического развития такой труд становился там выгодным, а рабство на нелегальном положении существовало до тех пор, пока не был окончательно уничтожен капитализм. Несмотря на это, начиная со второй половины девятнадцатого столетия, именно капитализм стал доминирующей социально-экономической системой на Земле. А уже в конце девятнадцатого начале двадцатого века капитализм вступил в высшую и последнюю стадию своего развития. Стадию империализма или монополистического капитализма. Концентрация производства и капитала достигла высокой степени. Сформировались монополии, которые начали играть решающую роль в хозяйственной жизни планеты. В результате слияния банковского капитала с промышленным появился финансовый капитал, а на его базе возникла финансовая олигархия. Вывоз капитала, в отличие от вывоза товаров, приобрел особо важное значение. Были образованы международные монополистические союзы капиталистов, делящие мир, территориальный раздел земли крупнейшими капиталистическими державами завершился. Однако борьба за передел мира, сфер влияния и рынков сбыта в той или иной форме стала постоянной, словно хроническая болезнь. Две мировые войны, развязанные империалистами в 20 веке, привели к гибели десятков миллионов человек. Во второй половине 20 века оружие массового поражения, созданное империалистическими державами, уже могло уничтожить все живое на планете. С этого времени любое военное столкновение с участием ядерных держав несло в себе потенциальную угрозу катастрофы. Империализм стал смертельным тупиком для планеты. Главное противоречие капитализма было на пределе. Трудились сотни миллионов работников земли, а плоды их труда присваивала горстка олигархов. Коренной неразрешимый конфликт между трудом и капиталом часто выливался в сопротивление со стороны пролетариата. Сопротивление это было как стихийным, так и в разной степени организованным. Еще в 18 веке в Англии начали появляться первые профессиональные союзы квалифицированных рабочих трэд-юнионы. Рабочие трэд-юнионов не выдвигали политических требований, не боролись с капитализмом, отстаивая исключительно свои экономические права. Первая четверть 19 века была отмечена стихийными протестами против внедрения машин в ходе промышленной революции. Лудиты, так называли участников этих протестов, громили и разрушали станки и оборудование, в которых они видели причину своих несчастий из-за технологической безработицы. Это движение было жестко подавлено английским правительством. Промышленные кризисы и спровоцированная ими безработица привели к появлению в Англии чертистского движения. Его участники требовали не только повышения зарплат, но и организованно боролись за социально-политические права рабочих. Под влиянием чертистов проходила всеобщая забастовка 1842 года. С 19 века забастовки стали одной из постоянных форм сопротивления рабочих капиталистической эксплуатации. Помните Великую Французскую Революцию? Буржуа говорили нам тогда «Вот сбросим ермо короля и аристократов и заживем как вольные люди! Свобода, равенство, братство!» Но чем все закончилось? Зажили хорошо только те, у кого был капитал, фабрика или какое-то другое дело. Они и правда скинули со своей шеи феодалов. А мы как были бесправными работниками, так ими остались. Свобода? Свобода вкалывать на фабриканта от зари до зари или умереть под забором от голода. Равенство? Какое может быть равенство между богатым сытым буржуа и нищим полуголодным рабочим? Братство? Да вы посмотрите на них, они же презирают нас точно так же, как аристократы презирали раньше простонародье. А ведь это нашим трудом создано их богатство. Накал пролетарского сопротивления нарастал в течение всего девятнадцатого века. Но самое главное оружие, освободившее в итоге трудящихся от гнета капитала, было выковано не во время стачек, митингов или шествий рабочих и не в уличных стычках с полицией. Средство, изменившее весь ход человеческой истории, было создано в тиши кабинетов и библиотек. Это была настоящая революция, только не политическая, а интеллектуальная. В сороковых годах девятнадцатого века произошел переворот в общественных науках. Так стал возможен наш мир сейчас. И совершил его немецкий философ Карл Маркс. Очистив материалистическую философию и диалектику Гегеля от идеализма, Маркс и его соратник Фридрих Энгельс стали родоначальниками нового научного метода диалектического материализма. Диалектический материализм рассматривает природу как единое целое, где предметы и явления органически связаны друг с другом, зависят друг от друга и обуславливают друг друга. Поэтому любое явление может быть понято и обоснованно, только если оно рассматривается в его неразрывной связи с окружающими явлениями. Диалектический материализм рассматривает природу не как состояние покоя и неподвижности, как состояние непрерывного движения и изменения, обновления и развития, где всегда что-то возникает и развивается, а что-то разрушается и отживает свой век. Поэтому диалектический метод требует, чтобы явления рассматривались не только с точки зрения их взаимной связи и обусловленности, но и с точки зрения их движения, их изменения, их развития, с точки зрения их возникновения и отмирания. Процесс развития для диалектики – это непростой процесс роста, где количественные изменения не ведут к качественным изменениям. Развитие – это процесс, при котором происходит переход материи от незначительных и скрытых количественных изменений к открытым качественным изменениям. Наступают эти качественные изменения не постепенно, а быстро, внезапно, в виде скачкообразного перехода от одного состояния к другому, и наступают они не случайно, а закономерно в результате накопления постепенных количественных изменений. Диалектика исходит из того, что предметам и явлениям природы свойственны внутренние противоречия. Все они имеют свою отрицательную и положительную сторону, свое прошлое и будущее, свое отживающее и развивающееся. Борьба этих противоположностей, борьба между старым и новым, между отмирающим и нарождающимся, составляет внутреннее содержание процесса развития, внутреннее содержание превращения количественных изменений в качественные. Поэтому процесс развития от низшего к высшему протекает не в порядке гармонического развертывания явлений, а в порядке раскрытия противоречий, свойственных предметам, явлениям, в порядке борьбы противоположных тенденций, действующих на основе этих противоречий. Марксистский философский материализм стоял на следующих позициях. Мир материален. Он развивается по законам материи, не нуждается в абсолютной идее и не является ее воплощением. Мир, бытие и природа существуют вне зависимости от нашего сознания. Материя первична, так как только она и является источником всех ощущений и представлений, а сознание вторична, потому что является отображением бытия. Само мышление – продукт материи, которая достигла в своем развитии высокой степени совершенства, а именно продукт мозга. Идеализм оспаривал возможность познания мира и его закономерностей, не верил в достоверность наших знаний, не признавал объективной истины и считал, что мир полон вещей в себе, которые не могут быть никогда познаны наукой. Марксистский философский материализм исходит из того, что мир и его закономерности вполне познаваемы. Наши знания о законах природы, проверенные опытом, практикой, являются достоверными знаниями, имеющими значение объективных истин. Нет в мире непознаваемых вещей, а есть только вещи, которые пока еще не познаны, но будут раскрыты и познаны силами науки и практики. Такой подход дал прорывные результаты, особенно в общественных науках. Маркс распространил эти материалистические принципы на познание человеческого общества. Классическая политическая экономия сложилась в Англии до Маркса. Еще Адам Смит и Давид Рикардо положили начало трудовой теории стоимости. Маркс развил эту теорию. Его учение о прибавочной стоимости объясняет, каким образом капиталист присваивает труд наемного работника. Главная работа Карла Маркса «Капитал» была посвящена изучению капиталистического строя. Благодаря диалектическому материализму история перестала быть мистическим хаосом, где все происходит по воле сверхъестественных высших сил. Историческая наука теперь могла объяснить, как и почему общество переходит от одного экономического уклада к другому, более высокому. Именно способ производства, экономический базис общества, определяет то, какой будет его надстройка – государство, политическая структура, право, мировоззрение и культура. Развитие общества всегда зависит от роста его производительных сил. Поэтому главное в историческом процессе – это смена общественно-экономических формаций в результате роста производительных сил общества. Точно так же, как при феодализме были подготовлены условия для революционного перехода к капитализму, капитализм создал базу для нового коммунистического общества. Мировым производством, в котором заняты сотни миллионов трудящихся, становилось все труднее управлять по-старому. Кризисы с каждым разом были все глубже. Пролетариат был тем революционным классом, который мог и должен был покончить с капиталистической эксплуатацией. На первом этапе после революции вся полнота власти должна принадлежать пролетариату. А на втором этапе, когда производительные силы достигнут достаточного уровня развития и смогут обеспечить изобилие материальных благ для всех членов общества, произойдет отмирание товарно-денежных отношений. Исчезнет разделение труда, общество станет бесклассовым. Труд перестанет быть способом добычи средств к существованию, а станет творческим и свободным делом. Но переход от капитализма к коммунизму не мог быть осуществлен мирно и эволюционно. Социалисты-утописты осуждали капиталистическое общество, фантазировали о лучшем строе, пытались усовестить богатых эксплуататоров, но выхода из сложившейся ситуации они предложить не могли. В отличие от них, Маркс и Энгельс понимали, что без организованной классовой борьбы, без победы над классом угнетателей новое общество не построить. Настоящего освобождения от эксплуатации не добиться через уступки от буржуазии. Только коренная смена способа производства и построения бесклассового общества могут гарантировать человечеству защиту от угнетения, кризисов и войн. Впервые за всю историю угнетенные классы, классы трудящихся, получили научные знания, которые могли освободить их. Впервые философия по-настоящему вышла за рамки, которые ей устанавливает правящий класс. Впервые философия не оправдывала господствующее положение эксплуататоров, а научно вскрывала сущность их паразитизма. И не просто критиковала капиталистический строй, но и давала безошибочное направление к другому, более благополучному и развитому обществу. Я умер от какой-то очень простой инфекции. Такие легко лечили уже в двадцатом в веке обычным пенициллином. Мне было всего двадцать четыре года. Я погиб в поле. Меня забил до смерти нацмодорщик, потому что я отказался работать. Меня повесили по приказу герцога, потому что я охотился в его угодьях. Я потерял работу во время кризиса, лишился крыши над головой и замерз холодной зимней ночью на улице. А я свободный человек бесклассового общества. Все средства производства принадлежат мне в той же степени, что и остальным людям. Среди нас нет ни паразитов, ни угнетателей. В двадцать третьем веке мы не знаем бедности и нищеты, безработицы или бездомности, потому что плоды нашего труда больше не присваивают эксплуататоры. Да и сами эти слова – архаизмы. У нас они встречаются только в лекториях или в хрониках. Но за это настоящее лучшим представителям человечества пришлось сражаться. Марксизм стал теоретической платформой российских революционеров. Сначала социал-демократов, а затем выделившихся из их среды большевиков-ленинцев. Под руководством большевиков впервые в истории увенчалась успехом пролетарская революция. Революцию поддержали российские рабочие и крестьянская беднота. Солдаты, уставшие от войны, широкие массы трудящихся, жаждавшие мира. Сравнительно слабы были тогда отечественная буржуазия и политические враги пролетарской революции, а зарубежная буржуазия погрязла во взаимной вражде и распрях. Ну и наконец, во главе революции стояла испытанная партия большевиков. Опытная, дисциплинированная, живо связанная с трудовым народом. К тому же это были коммунисты, владевшие теорией Маркса и развивавшие ее. Большевикам удалось удержать власть в ходе гражданской войны. В начале сороковых годов выдержать натиск Третьего Рейха, превратить отсталую и разрушенную страну во вторую индустриальную державу планеты. Победа над нацизмом, экономические и научно-технические успехи, преодоление безработицы и бездомности, беспрецедентный культурный рост и доступность образования для широких масс трудящихся – все это делало Советский Союз флагманом мирового рабочего движения и укрепляло популярность коммунистических идей на планете. Но в молодом по историческим меркам советском обществе сохранялся потенциал для реставрации капиталистических отношений. В 50-е годы в СССР начали нарастать контрреволюционные тенденции. Низкий научный уровень советского руководства тех дней, как теоретиков и практиков марксизма, ревизионизм и оппортунизм привели к тому, что в годы перестройки советский строй был уничтожен. В процессе демонтажа самое активное участие принимали ведущие империалистические державы планеты. Но не менее важными причинами поражения Советского Союза в холодной войне были внутренние, субъективные факторы. Слабость теоретическая порождала ошибки в управлении народным хозяйством, приводила к перерождению коммунистической партии и деморализации трудящихся. Граждане СССР утратили революционную бдительность, перестали понимать, в каком мире они живут. Капитализм многие воспринимали не как реальную угрозу своему благополучию и существованию, а как жупил коммунистической пропаганды, доверие к которой падало. СССР был куда слабее экономически в годы Великой Отечественной войны. Под оккупацией находилась значительная часть его территории, страна понесла огромные материальные и людские потери. Но задачи, стоявшие в те годы перед советским народом, руководители партии и правительства решали успешно и грамотно. В 80-е Советский Союз находился в более благоприятных условиях. Даже при всех имевшихся проблемах велик был научно-технический и производственный потенциал страны. Ее защищали мощнейшие вооруженные силы, противоборство с ними стало бы для любой державы мира самоубийством. Но первое пролетарское государство было просто сдано на милость победителю, деградировавшим руководством и утратившим понимание происходящего народом. А на территории СССР произошла реставрация капитализма. Разрушение Советского Союза стало страшным ударом по всему международному коммунистическому движению. Поглотив страны соцблока, капиталистическая система продлила свое существование за счет их эксплуатации. Тогда казалось, что теория Маркса была отброшена и забыта человечеством, как ненужное, проигравшее, устаревшее. Казалось, что она канула в лету. Научные труды Ленина, практические достижения советских коммунистов были обесценены. Опыт СССР оклеветан и очернен. Изучение и развитие марксизма в мире почти сошло на нет. Но начавшийся в 20-е годы 21 века глобальный экономический кризис, вошедший в историю как величайшая депрессия, вернул живейший интерес к исторической правде и научному коммунизму. Появились ученые, новые блестящие теоретики, которые актуализировали марксизм. И в мире началось его быстрое распространение. Коммунистическое движение набирало обороты. Конечно, капиталисты сопротивлялись растущему рабочему движению. 20-е годы и вторая четверть 21-го столетия стали временем жесточайшей реакции. Всюду капитал сбрасывал маску буржуазно-демократических свобод, обнажая под ней оголтелый фашизм. То тут, то там вспыхивали вооруженные конфликты за ресурсы и влияние, как крупные, так и мелкие. Некоторые из них сопровождались применением ядерного оружия. Экономический кризис привел к беспрецедентному обнищанию жителей Земли. На почве бед и лишений росла и популярность распространяющихся коммунистических идей. Но это все темы более поздних наших лекций. Главное сейчас для нас, что огонь знания, зажженный Карлом Марксом и его последователями еще в 19 веке, не погас. И благодаря этому объективно складывавшиеся в 21 веке революционные ситуации закончились победами новых пролетарских революций. К началу 20-х годов 22 века в мире уже не осталось ни одного капиталистического государства. А 50 лет назад коммунизм восторжествовал повсюду. Вот уже полвека нигде нет ни товарного производства, ни денег, ни классов. Человечество совершило трудное восхождение от первобытного коллективизма к коллективизму коммунистическому. Словно болезнь роста, оно преодолело рабство, феодализм и капитализм. Большую цену в виде миллиардов человеческих жизней заплатили люди за прогресс. Каждый, кто сложил свою голову, борясь за освобождение человечества от капиталистического рабства, помог приблизить новую эпоху. Парижские коммунары, впервые в истории удерживавшие власть рабочих 72 дня, погибшие герои, неудавшейся пролетарской революции в Германии, коммунисты, павшие в борьбе с нацизмом и фашизмом, мы благодарны всем бойцам и героям той великой классовой войны, как известным, так и безымянным. Даже их ошибки не были напрасными, потому что из горьких семян поражений выросли плоды новых побед. Благодаря борьбе миллионов коммунистов, длившейся более трех веков, мы живем сегодня в обществе социального равенства и разумного изобилия, в обществе, которое развивается без эксплуатации кризисов и войн. Мы пришли к научному планированию производства и распределения благ. Главный критерий целесообразности любых наших действий теперь не чья-то личная нажива, а благо всего человечества и равновесия с природой. Почти исчезла преступность, на свалке истории остались расизм, шовинизм и национализм. Никогда не было еще таким крепким здоровьем землян, никогда они не жили так долго. И разве что некоторые не до конца преодоленные экологические последствия капиталистического варварства пока еще напоминают нам о мрачной эпохе империализма. Но и здесь наука не стоит на месте. С нашей помощью земля быстро залечивает нанесенные ей раны. Человек 23 века все свои основные внутренние конфликты и конфликт с природой разрешил. И теперь он по праву может называться именем, которое ему когда-то дали биологи. Homo sapiens. Человек разумный. А наш нынешний уклад жизни действительно без оговорок можно назвать цивилизованным. Ну что же, я думаю самое время сделать небольшой перерыв. Немного отдохнуть. В следующей лекции речь пойдет о классовом сознании. Очень важная тема. Трудящиеся всегда в любом обществе были большинством. Но почему же тогда они терпели господство и угнетение куда более малочисленных эксплуататорских классов? Поговорим о том, как капиталисты обманывали пролетариев, манипулировали общественным сознанием и удерживали свою власть. Поговорим о том, как капиталисты обманывали свою власть. Товарищ Санцер tellал мне. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал!